РИЦ возобновил прием платежей как у льготников, так и у тех, кто не относится к этой категории. Для того, чтобы решить проблему очередей, возникших из-за необходимости заполнять заявление на обработку личных данных и предоставление льготы, частично внедрён электронный режим приема. Также у граждан есть возможность заполнить документы дистанционно, благодаря взаимодействию с Фондом защитники Отечества, Центрами активного долголетия и ТОСами. Корректно оформить бумаги помогут волонтеры, которые находятся и в офисах РИЦ. Проверка, которую провела прокуратура Майнского района, показала, руководство СПК «Карлинская» допускало просрочки по выплатам заработных плат работникам. Напомним, сотрудники предприятия об этой проблеме сообщили губернатору, и Алексей Русских поручил незамедлительно разобраться в ситуации. Руководство получило представление об устранении нарушений трудового законодательства. Вопрос находится на контроле. Антимонопольная служба обнаружила нарушение в конкурсной заявке на приведение пешеходных переходов Ульяновска к новым стандартам со стороны компании, признанной победителем торгов. Документы, подтверждающие опыт подрядчика, не соответствуют необходимым требованиям. Арбитражный суд поддержал Ульяновское управление ФАС и признал аукцион и последовавший контракт недействительными. Сообщается, что сумма договора превышала 29,5 миллионов рублей.